Вы слушаете КРСВ Лос-Анджелес. Только что стало известно о чудовищном убийстве в Редондо-Бич. Соня Якобсон с места событий. Да, Ник, я сейчас в Редондо-Бич, где полиция расследует убийство 22-летней Лизы Гонсалес, совершённое накануне вечером. Подробности пока неизвестны, но я говорила с офицерами, и они утверждают, что это почерк серийного маньяка, известного как Оконный убийца. Лиза Гонсалес стала его 15-й жертвой в Саутленде за последние два года. Оконным убийцей его назвали, потому что он забирает глаза своих жертв в качестве ужасного трофея. Мне сказали, что полиция бросила все силы на поиски маньяка в этот праздничный уикенд. Чё за хрень? Гражданский. Ладно, все спокойно. А это чё за хер? Ты чё пялишься, сука? Давай, шагай, урод. Всё чистая. Все чисто. Я могу вам помочь, сэр? Я хочу сделать вклад. Пять минут, народ, проверка оружия. Да иди, ты уже проверяли. Тогда повтори, Мэха-3. Это легкая цель. Нет охраны. Персонал и кучка гражданских. Сегодня никаких огнестрелов. Открыли замки, очистили камеры. Можно было и с водяными пистолетами. У меня с собой как раз нож для масла. Трейси, остыдю же, наконец. Кьюсь, мы больше не принимаем вклады. На самом деле, как видите, мы закрываемся. Вы не получили наше письмо? У меня нет ящика. Ясно. А что же она? Она получила письмо. Мы просили всех клиентов прийти и очистить их ячейки. А если не придут? Приедут федералы и заберут все в спецхранилище, а потом найдут владельцев. Я не хочу этого. Большинство клиентов думают так же. Но таковы правила. Я могу забрать сейчас свои вещи? У вас должно быть письмо. Я сказал вам. Да. У вас нет ящика. У вас есть удостоверение? У меня есть это. Что ж, ваше преподобие. Давайте так. Пройдите к стойке. Я посмотрю, что можно сделать. Начинаем через пять минут. Маски. Кто-нибудь, толкните Бигса. Все, нашел. Можете забрать. И? Как долго ждать? Только пару минут. Мне очень жаль, миссис Ваксмен. Сожалеем, что причинили вам беспокойство. Боюсь, сожалений недостаточно, молодой человек. Я была вашим клиентом 50 лет. И это закрытие. Нельзя так обращаться с клиентами. Что ж, времена меняются, и все мы очень опечалены. А теперь, почему бы вам не присесть, а я вызову вам такси? Да пошел ты. Дэнни. Да, сэр. Его преподобие хочет освободить свою ячейку. Он есть в списке? Он не получил письмо. Но он есть в системе и настроен решительно. Это не по правилам. Но, полагаю, все будет хорошо. Ты проведешь его, как только я закончу с миссис Гоуэн. Да, сэр. Я уверен, вам уже объяснили. Сегодня только один раз. Просто подождите своей очереди. Нет. Я уверен, вам еще не все. Нет. Я не знаю, не знаю. Я не знаю. Нет. Ты, что вы хотите. Да, я не знаю. Уверен, вы не против пропустить меня. Но... Я уже здесь много часов, и почти опоздала на занятия по Пилатесу, поэтому... Хорошо, если это важно для вас. Вы уверены? Да. Видите? Она счастлива пропустить меня. Хорошо. Следуйте за мной, я провожу. После вас, сэр. Мы сейчас в процессе закрытия, так что простите за этот хаос. Ступайте осторожно. А вы давно открыли счет. Никому не двигаться. Поднять руки. Всем оставаться на своих местах. Эхо чисто? Чисто. Эхо три? Чисто. Эхо два? Чисто. Эхо один. Все чисто. Вы знаете, что это? Для вас здесь ничего нет. Мы закрываемся, все уже увезли. Ну, не все. Вы знаете, кто здесь хозяин? Разумеется, и это половина кайфа. Сидеть. А с этими что делать? Не знаю. Сюрпризов не будет? Послушай, молодой человек. Надеюсь, вы скоро получите то, за чем пришли, потому что я не хочу сидеть здесь весь день. Да, мэм. Постараемся побыстрее. Свяжи их. Эй! Убери от меня руки. Ты со мной говоришь, сучка. Где твой телефон? Оставила в машине. Да неужели? Ладно. Слушай, меня связывали люди куда лучше тебе. Да ладно, мать, это же не состязание. Где твой телефон? Такого у меня и не было. Черт, как в хаменном веке. Здесь все. Эхо пять, это все? Двоих не хватает. Двух мужчин. Сотрудник и гражданский. Где они? Я не знаю, о чем вы. Да не трать наше время. Сюда, сэр. Здесь немного душно. Кондиционеры уже отключили, так что... Ваш ключ с вами? Дальше я сам. Мне положено быть с вами. Моя собственность, это... Очень лично. Я предпочту уединение. Прошу. Мне жаль. Таковы правила. Оставайтесь здесь. Конечно. Что я тебе говорил? Он нас заедел, а там держит. Следующее будет в твоей голове, где они? Они внизу, в подвале. Вы меня ищите? О, черт. Что? Прости, Дэнни. Ты не должен быть здесь. Пол? Какого черта? Да что за хрень вообще? Мне сказать им? Это мой брат Дэнни. Ты чё, издеваешься? Несколько лет прошло. Я думал, уже не увижу тебя. Мы пошли разными путями. Думал, у тебя выходной, проверил расписание. Да, но помощник менеджера заболел, и я его подменяю. Всё хорошо? Нет. Не сухой. Мне правда нужно домой. Прошу, помогите мне. Конечно, мы что-нибудь придумаем. Так. Это чудная семейная встреча? Это, конечно, всё мило. Но что теперь, Пол? Ничего не меняется. Следуем плану, уйдём через 10 минут. Да всё уже изменилось. Ты же снял свою маску. Твоё лицо будет во всех 10-часовых новостях. А через тебя, мать твою, выйдут и на остальных. Они выключили камеры на прошлой неделе. Всё верно? Ты можешь уйти. И отдать мою долю. Как раз по тебе. Тогда лучше заткнись и делай свою работу. Одного всё ещё нет, босс. Есть идеи, Дэнни. Он в подвале. Ладно. Эхо-3, спустись в подвал. Займись парнем. Делай своё дело. Эхо-5, иди свяжи Дэнни и отведи их всех в заднюю комнату. Эхо-4, помоги ей. Следуем плану, народ, и через 10 минут уходим. Связь на шестом канале. Не волнуйся. Когда закончим, я обо всём позабочусь. По-своему. Эй, Пол! Иди давай. У нас всё, босс. Встали и пошли. Что ж, было весело. Полагаю, нам больше это не нужно. Всё-таки хреново вышло. Ура! Выходи, где бы ты ни был. В эту комнату. Давай, прибавь в шагу, не спать. А теперь все на пол. Живо! Не ты. Я не могу сидеть на полу. Да блять, дайте ей уже стул. Ладно, вот так. Вы хороший человек, спасибо. Да, не за что. Ба, да у нас тут байскаут. Вести себя по-человечески это нормально. Ты попробуй. Сказал вооружённый грабитель. Заткнись. Ты, приятель, что за история у вас с твоим братом? Спроси лучше наших родителей об этом. Думаешь, ты такой умный, да? Ну да. С этим твоим тупым недогалстуком. И тупой мать твоей укладкой. Ты не будешь считать себя умником, когда всё закончится. Что это значит? То, что вы не оставите живых свидетелей. Что? Эй, эй, босс сказал. Босс? Босс дал слабину. Теперь Тресси будет решать, как и что. Ты только что имя её назвала, Элли. Господи. Да, блядь, Эхо 4. Да, ну как он и говорил. Это уже не важно. Верно. Счастлив? А теперь, блядь, на пол! Я на это не подписывался. Да что ты. Так разберись уже, на чьей ты стороне. Это чёртов бред. И ты знаешь это. Эхо 3, ты уже в подвале? Да, на месте. Никаких следов гражданского. Что мне делать? Продолжать искать? Нет, это слишком долго. Нам пора уходить. Найди то, что нам нужно. Поняла. Эхо 6, жду отчёта. Эхо 6, жду отчёт. Блядь. Всё чисто? Эхо 4, отчёт. У нас тут вечеринка, всё норм. Твою же Эхо 4. И твою, и тебя, босс. Всё норм, сказала же. Понял. Всё чисто. И тихо. Долго ещё? Нет, если она так хороша, как утверждает. Не поручусь за её подружку, но она чертовски хороша. Как дела, Эхо 3? Наверное, слушает свой тупой плейлист. Эхо 3, возьми уже чёртову рацию. Помогает ей сосредоточиться. Эхо 3, отчёт, сейчас же. Эхо 3, отчёт. Хочешь, чтобы я? Пока нет. Эхо 3, ты меня слышишь? Какого хрена она так возится? Может, она не так уж и хороша? Да пошёл ты. Следи за языком. А я и не знала, что мы в чёртовой воскресной школе. Ты чёртова зануда. Послушай, может ты и бандитка, но хоть элементарные приличия соблюдай. Бандитка? Это чё, блядь, 1936 год? Не сучись, а. Извините. Не здесь. Боже, женщина. Не теряй фокус. Ну, они же никуда не собираются. Идём. Дай мне телефон. Не знаю, о чём ты говоришь. Ну же, в твоём заднем кармане. Я сразу отдам. Скорее. Что ты делаешь? Набираю 911. Не знал, что у вас телефон. Что, если они вернутся? Ты хочешь, чтобы нас всех убили? Заткнись ты. Он хоть что-то делает. Разве не ты тут менеджер? Сожалею, мисс Коэн. Но это всё так не по правилам. Ладно, возвращаемся. Шевелись давай. Что? Ничего. Цыплёнок и двойной авокадо. Да, и знаете что? Добавьте ещё чили. Что, любишь чили, да? Я люблю чили. 15-20, пожалуйста. 15-20? Без шуток. Что, Вольфган Пак уже добрался до тако? Да ладно, дамочка, мне тоже надо как-то жить. А давай без дамочек. Для тебя я детектив. Ладно, но всё ещё 15-20, детектив. Так что, ищите деньги, пока я готовлю заказ. Идёт? Ещё один чёртов комедиант. Один Уильям-6. Один Уильям-6. Один Уильям-6 на связи. Возможно, недалеко от вас происходит 2-1-1. Ясно, поняла. Я и не знала, что там есть банк. Это подземное хранилище, закрыто 2 недели назад. Тогда кто звонил? Получено сообщение 9-1-1. Вы издеваетесь? Вы правда это сделаете? Вас направили проверить вызов и оценить ситуацию. Давайте так. Пришлёте туда наши домино. И помните, это может быть ложный вызов. Ладно, уже еду. Уильям-6 отбой. Эй, ваш Буррито-детектив! Вот как выглядят 100 миллионов баксов. Все готово. Я внутри. Да пора уже. Пошел ты. Руки так, чтобы я видела. Откуда ты тут взялся? Умная сволочь. Пол? Нашла пропавшего гражданского. Ладно, уже иду. Поняла. Ты же и не собираешься меня вязать? О, нет. Мы сделаем это, по-моему. Без свидетелей. Ты можешь просто отпустить. И я забирал свои вещи. Да, и что же там? Кое-что личное. Тебя не заинтересует. Я сама разберусь. Тебя не заинтересовался. Тебя не заинтересовался. ămよ. Машла пять отец. Машла пять. Машла-машла сетревет декорней. Машла? Я тебеeldёка? Машла изв zwrите, кто в bereет? Которых? Машла? Всем-всем, жара Повторяю, жара Жара Дерьмо И вы здесь? Диспетчер сказала ложный Они прислали мне двух бабиситеров? Все в поле ищут оконного парня А мы взяли это Так вы любите девичники? Нет? Прикройте, если что С удовольствием, детектив Ты кто такой? Черт Пол Что происходит? Бас У нас тут три ствола Прядься, уходи оттуда Я порезал твою лучевую артерию Тебе осталось же девять минут На твоем месте Я бы обдумал, как распорядиться этими минутами Добрый день Я детектив Паскаль, полиция Лос-Анджелеса Поступил вызов об ограблении в этом здании Ограбление? Звучит серьезно А вы кто, простите? Я помощник менеджера Как видите, этот филиал закрыт Мы просто прибираем все Грабить уже нечего Боже Ты чертов оконный убийца Оставь Бога в покое Твою мать Не против, если мы войдем и осмотримся? Политика компании, извините, нужен ордер Нет, если поступил вызов о преступлении Как я и сказал, здесь ничего не происходит Это забавно Ведь звонок был именно отсюда Правда? Не представляю, как это возможно Это было сообщение Тогда оно могло прийти откуда угодно Да Смешно Я просто покажу вам Видите? Спасибо за сотрудничество Черт Видишь? Я разорвал твою бедренную артерию Жить тебе осталось 3 или 4 минуты Я не врач Твоя сердце Выталкивает кровь из Твоего тела Я смеюсь над тобой Я смеюсь над тобой Это прекрасное время Эти последние секунды твоей жизни Каково это? Каково? Ты чувствуешь радость? Можно взглянуть? Давай взгляну Парни Копы здесь Вот дерьмо Парни Ответьте Черт Проклятие, босс Только посмотрите О, дерьмо Как дела? Эй У вас тут кое-что Да, я Я могу помощь? Выйдите из машины, сэр Слушайте, я тут Выходите из машины Да ладно, ну зачем я? Это не просьба Из машины Черт, она взяла Рика Позволь мне помочь Вот так На предохранителя Попробуй Попробуй Стоять! Нет, 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 нет Черт, идиот Стоять! Дай ствол Прикрой меня Пошел Пошел, пошел Не стрелять! Так они палят по нам Там внутри гражданские Он не пытался нас убить Вы придурки Иначе вы были трупами уже Дай мне рацию Это один миль М6 Перекрестный огонь Просим подкрепления Понял, чисто Ты справишься, приятель Боже Как он? Паршиво Ты в порядке Могу перевязать, но... Да, я знаю Что там происходит? Мы слышали выстрелы? Здесь копы Боже Ничего, они снаружи Мы внутри и готовились к этому Успокойся Подними руку Биггс Да Пора Нам бы кого-то с иглой Эти не помогут Они не остановят кровь Все будет хорошо Глаза Это светильники тела Если глаза здоровы Все тело полно света Но если глаза больны Все тело наполняется темой А если свет В тебе это тьма Как сильна тогда тьма Сделал все, что мог Ему надо в больницу Знаю Ладно, будь здесь Наблюдай Если начнем убивать копов Дела плохи Все и так паршиво Да Пойду в подвал Разгребать все это дерьмо Стой, Биггс Твою же мать Мы и так тут на грани Что там творится? Копы Подстрелили, Рика Да что за нахрен? Кто-то позвонил в полицию Позвонил? Ублюдочной Дэнни Я знала, что с ним будут проблемы Я его прикончу Лучше не надо Нам нужны все заложники Для чего? Сыграем в последнего выжившего? Нет Но выиграем время Время? Для чего? У Бигса есть план У меня всегда есть план, Эй Джей Что в твоей сумке? Что это значит? Стой, а как там Трэйси? Она нашла, что нужно? Лучше спроси Пола Он пошел разобраться А разобраться с чем? Какого черта, Бигс? К черту! Надо их выкуривать Ты издеваешься? У нас в машине ружья Да Что, не терпится умереть, ребята? Там как минимум трое парней с М4 Внутри их еще больше Не говоря уже о неизвестном числе заложников Боже, у нас заложники Зачем вас учили в академии? Обеспечить превосходство сил А вы двое на превосходных не тянете И что, будем сидеть и ждать подмоги? А вы хотите быть полезными? Идите проверьте периметр Узнайте, есть ли отсюда другой выход А вы здесь что, одна? Мне это даже лучше на самом деле Ладно, мы займемся Отлично Это доктор Паскаль Бэйдж номер 5397 Ограбление Говорите Я отправлю фото, чтобы пробить по базе Поняла Хорошо, спасибо, отсылаю Кто же вы, мистер? Кто же вы? Кто же вы? Кто знаете Кто Кто Продолжение следует... Какого черта? Продолжение следует... Думаю, он ушел через вентиляцию В таких старых зданиях целая сеть таких, и они достаточно большие Так иди, блядь, и найди его Нет, Элли Нет времени для преследования вслепую Должение трейси убил Ладно, мы можем достать урода или выбраться отсюда, но не все сразу Мне жаль, но придется выбирать Теперь мы знаем, с чем имеем дело И остановим его, если появится Блядь, как же все хреново Мы здесь как в ловушке А что с работой? Ты серьезно? Мы же, блядь, за этим сюда шли или нет? Все у меня Ну, хоть что-то Так что теперь? План Б Биггс уже работает над ним Но нужно еще пару часов А пока затаитесь Он только один, но он убил трейси С таким не договориться И еще одно У него нож И он не в себе Он вырезал глаза трейси А, черт Все хуже и хуже Что? Мне нужно в туалет Ну, тогда тебе придется потерпеть, Карга Нет, я серьезно Мне сейчас и правда нужно в туалет Что, памперсы забыла? Сука Да ладно, ребята Чем это может навредить? Он прав Думаю, мы повыдем здесь Черт Давай, бабушка Мозес Где тот туалет? Он в конце коридора, налево Давай Двигай Что тут у нас? Просто стою и не высовываюсь Больше копов не было? Пока нет Но Она вызовет подкрепление Так что скоро тут будет жарко Хреновы наши дела Не находишь? Да уж Но мы же выберемся отсюда, верно? Да Таков наш план Что? Вас двоих что, разлучили после рождения? Нет На самом деле мы очень близки Мы росли вместе в счастливой семье И что произошло? Мы пошли в армию В одну часть? Нет, мы пришли На службу в одно время Но я попал в Коур А Дэнни Он всегда превосходил меня во всем Так что попал в Рейнджера До службы вы были как братья А после кем стали? Врагами? Я не хочу об этом Да ладно тебе Нам тут сидеть еще час А больше заняться нечем Расскажи что-нибудь смешное Что-то другое А не про то, как убежать от маньяка Который бродит на свободе? Да Другое Постой Это мужской туалет Так посмотри в пизуар Кошелка старая Спасибо, сука Ну Мы оба видели жесть, как она есть По крайней мере, я видел Дэнни наверняка тоже, может, даже страшнее Мы оба вернулись невредимыми, но знаешь Пройдя через такое, меняешься У многих ветеранов едет крыша Что до меня, я просто понял Жизнь короткая и дерьмовая Так что бери от нее, что можешь Поэтому ты и на большой дороге Да А твой брат? Я думаю, после всего этого хаоса и безумия Он захотел как-то, что ли, структуры в своей жизни Немного порядка Он знал О тебе До сегодня Нет, я не Нет, не знал Он только знал Что я пропал с радаров То есть, выходит Пока мы тут занимаемся этой уголовщиной Твой братец играет супергероя, сдерживая волны хаоса А ты, я погляжу, философ Ну, получается так Мы две стороны одной медали Время вышло, старуха Короче, я иду Проблемы, да? Капец Проблемы, да? Сон-а-бич Сон-а-бич Давай, Элли, что за говно? Не думаю, что они вернутся. Рот завали. Они ушли давно. Что-то движется наверху. Тебе-то откуда знать? Ну, я знаю, что вам лучше следить за вентиляцией. А я знаю, что тебе надо завалить рот. Я разрулю это, понял? Просто пытаюсь помочь. Босс. Они повсюду. Начинается. Биг, доложи. Я тут почти закончил. На очереди в машинный зал. Когда? Узнаю, когда доберусь туда. Долго ты ехал? Да, остановились купить пончиков. Итак, что у нас тут, детектив? Итак, у нас многочисленные бандиты с автоматическим оружием. И они умеют с ним обращаться. Так что, думаю, они служили в армии или еще где научились. Возможно, там заложники. Наладили связь? Нет, пока нет. Но с одними я говорила. Да, я знаю. Фотографию, которую ты послал им в штаб, весьма их обрадовала. Федералам эти ребята, ой, как интересны. Что они здесь делают? Эй, Джей, Элли, доложи. Это Эй Джей. Что такое? Элли пропала. Что значит пропала? Она повела бабку в туалет. Конец коридора, но так и не вернулась. И ты только говоришь. Эй, ребята. Думаю, вам бы подойти и послушать это. Я сканировал все частоты на случай, если они пользуются рациями. Включи громкую связь. Да, ладно. Так, Эй Джей, не суетись. Мы выберемся отсюда, потом найдем Элли, хорошо? Не суетись? Нас тут давят, как тараканов. Нам нужно что-то с этим делать. Например? Нас четверо, а он один. У нас автоматическое оружие. У него ножик-хреножек. Терпение, Эй Джей. Все скоро кончится. Ладно. Но если он еще что-нибудь выкинет, если произойдет еще хоть что-то, я иду за ним. То есть глаза. Это же просто омерзительно. Ты же не думаешь. Я в Лос-Анджелесе, меня уже ничто не шокирует. Думаю, время поговорить с копами. Эй, детектив! Это еще что? Похоже, тебе стоит пойти и поговорить с ним, детектив. Прошлый раз переговоры прошли так себе. Что ж, звучит так, как будто вы уже достигли взаимопонимания. Сдаешься? Надо поговорить. Я безоружен. Ладно. Что, может, объяснишь, какого черта тут происходит? У нас заложники. Сколько? Этого я не скажу. А вас сколько? Этого тоже. Что ж, отлично. Я погляжу. Здесь аншлаг. Ну, когда городская полиция перестает курить бамбук, она может произвести впечатление. Итак, у нас есть требования. А как же иначе? Сейчас угадаю. Самолет в аэропорту? Или, может, шаттл? Только школьный автобус. И врач для одного парня. У вас два часа. Автобус. И куда поедете? Не могу сказать. Ну, конечно, ты не скажешь. А если мы их не выполним? Мы начнем расстреливать заложников. Знаешь, не думаю, что ты из таких. Вы меня не знаете. Полагаю, ты служил в армии. Коур. А вы? Мой муж служил. Не вернулся. Бандат. Самодельная бомба. Мне жаль. Поэтому я и не понимаю, почему такие парни как вы вытворяют такое. Ты же вернулся. Тебе стоит делать добрые дела. У нас есть свои причины. Мне жаль твоего друга. Да. Я добуду вам врача. Спасибо. А что насчет автобуса? Что мы получим взамен? Вы приведете врача, я начну отпускать заложников. Честный обмен. Теперь мне надо возвращаться. Сэм Парафай, детектив. Биггс, доложи встановку. Осталось пару минут. Хорошо. Надо подготовить заложников. Помоги ЭйДжею привезти их вниз. А что с Элли? Сначала заложники, а потом поищем Элли. Хорошо. Сначала заложники. Детектив, мы у задней панели. Дверей нет, только окно. Сможете в него пролезть? Думаю, как-нибудь пролезем. Знаете что? Оставайтесь там, ребят. Если рванет, войдете внутрь. Понял. Эй, Джей! Я здесь. Поставь их на ноги. Давайте. Встали и пошли. Давайте вперед, идем на прогулку. Понятия не имеешь, да? Полагаю, ты говорил обо мне с Полом. Мы с ним разные. Чертовски верно. Ты был рейнджером, так? Когда-то. То есть ты научился оказывать первую помощь и можешь накладывать швы? Да, но... Значит, двигай вниз и подлатай моего человека, понял? Огнестрел. Ты поможешь Рику или нет? Есть хирургические инструменты. Есть аптечка. Тогда ему нужно в больнице, и я ничем не помогу. Вот это неправильный ответ. Двигай вниз и окажи медпомощь моему человеку. Стабилизируй его. Вот что от тебя требуется. Потом они пришлют врача. Пошли. Вперед. Идем. Эй, Джей! Врач, я понимаю, но автобус... Да. Как-то слишком просто. Ты что думаешь? Думаю, они задумали какой-то трюк. Чувство, будто они вот-вот нас поймеют. Понимаешь? Кто это? Похоже, к нам на вечеринку без приглашения пришли федералы. Капитан Франклин. Это детектив Паскаль. Она первая прибыла на место происшествия. Я Синтлер. Это Чейн. Они Смит и Джонс. А остальные подъедут? Тут только мы. Одна команда, один кризис. Спецназ так не работает. Мы не спецназ. Так кто, черт вас, деревья такие? Детектив. Мина обороны. Наемные работники? Что случилось со спецназом? Спецназ это те, которым звонят такие копы, как вы. Когда у вас проблемы? А кому, по-вашему, звонит спецназ? Тестостероном так и потянуло. Я введу вас в курсе дела. Он здесь. Вы его знаете? Гоняемся за ним годами. Когда ваш детектив послал фотографию над идентификацией, мы тут же забили тревогу. И вот мы здесь. Так, Чейн? Ты наверх. Вон там позиция, что надо. Да, шеф. Смит, ты знаешь, что делать. Две минуты. Джонс, ты со мной. И что же такой великий преступник делает в этой захолустной дыре? Это место уже давно не работает. Вы не знаете, да? Там в ячейке 100 миллионов в облигациях, на предъявители. Это деньги картеля. Не похоже это на операцию картеля. Это и не она. Наш парень целую карьеру построил на обдирании картеля. Жить надоело видать. Это его ходка обещала быть нетрудной, но что-то пошло не так. Нам повезло. Да, к слову, об этом. Тут кое-что происходит. Я слушаю. Вероятно, там внутри маньяк в розыске. Оконный. Он действует внутри. Похоже, он уложил пару человек из его команды. Вы в этом уверены? Мы перехватили разговор по рации. Я готов идти, шеф. Слышали, там им внутри нужен врач. Смит пойдет. Нет, простите. Этот человек в розыске полиции и города. А значит, это операция полиции и города. Я не собираюсь стоять здесь и спорить о юрисдикциях, капитан. Вы не знаете в точности, что этот оконный парень там, а эти разговоры по радио, возможно, и вовсе целенаправленная ДЭЗа. А вот я точно знаю, что там внутри. Вооруженный особо опасный преступник. А у ваших людей нет достаточной подготовки и оборудования, чтобы взять его. У нас есть. У вас проблема. Доложите об этом наверх. А пока это наша операция. Ясно? Хорошо. Действуйте. Но это будет совместной операцией. Детектив Пасхаль будет связным. Дайте мне штаб. Добро пожаловать на борт, детектив. Двигай. Вперед, вперед, вперед. Давай, пошли. Двигай, двигай. Не ты. Ты со мной. Иди. Вот он. Здесь. Лечи. Вашингтон. Это Синклер. Видать, увидел снимок, который сделала детектив. Начинается веселье. Да. И каков план? Смит пойдет внутрь, как врач, и проведет разведку. Чен будет вести наблюдение и начнет отстреливать злодеев, как только они откроются. Мы с Джоном пойдем на штурм. А что насчет доложников? Мы не знаем, есть ли там заложники. Смит узнает. Но мы один хрен пойдем на штурм. Это, пожалуй, худшая идея, что я слышала. Там будет мясорубка. Вы теперь играете с большими мальчиками, детектив. Мы играем жестко. Что бы там ни случилось, вам отвечать. Да, черт возьми. А что, если оконный и правда окажется там? Тогда мы его тоже приложим. Он наш. И я иду с вами. Тогда вам нужен бронежилет, детектив. Извини меня за это. Раньше надо было думать. Самые продуманные планы. Босс, погляди-ка на это. Руки за спину. Руки за спину. Кто ты? Врач, которого вы требовали. Ты не врач, ты человек Синклера. Эйджей, уведи этого врача в подсобку. Ты не понимаешь. Все, я понимаю. Мы читали одни и те же учебники. Наверх, ублюдок, давай. Двигай. Шевели булками, тварь. Каков следующий ход, Дэнни? Мне что, не все равно? Давай, у тебя же это хорошо получалось. Они пойдут на штурм. Иначе бы они послали настоящего врача. Да. Нужно реанимировать его. Он почти не дышит. Лучше вытащить его наружу. Здесь ему конец. Похоже, ты идешь домой. Давай. Я держу тебя, Рик. Давай. Потихоньку. Все нормально? Держи его ровно. Позаботься о нем. Так. Идем. Эй, капитан, вот вам пара заложников. Группа два к ним. Остальные прикрывать их. А как же я? Нет, ты нам нужен. Пикс! Ребята, пробил ваш звездный час. Посмотрите внутрь, скажите, что увидели. Так точно, детектив. Но что, если мы обнаружим цель? Только наблюдать и докладывать. В бой не вступать, слышите? Жопу мою наблюдай и докладывай. Нахрен, мы заходим. Давай, вставай. Раз, два. Сюда. А теперь слушай меня. Хочешь жить, сделаешь все, как я скажу. Да, да, крутой парень. Заткни паси, стой там. Отсоси. Сам отсоси. Делай все, что я скажу, и не словишь маслину. Все, а вот. Сейчас же. Как там у вас наверху, Чень? На точке, размещаюсь. Понял. Дай знать, когда будешь готов. Я бы мог тебя зубами на смерть загрызть. Молоток. А я могу тебя просто застрелить, и нахрен. Эй! На колени! Здравствуйте. Я сказал, на колени, придурок. Позвольте мне занять минутку вашего времени. Еще шаги ты труб. Хорошо. Хорошо. Ты убил моих друзей. Я их спас. Ты вырезал их глаза. Я просто хочу домой. Тебе надо отпустить меня. Нашел рентгена. Могу застрелить. Ждать. Все нормально. Пошли. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Почему он так долго? Дейкс, время. Две минуты. Да. Босс, дела идут. Контора плашет. Я бы убил тебя сейчас. Так что ж ты не убьешь меня. Я не убийца, не такой, как ты. Мы все одинаковые в глазах Бога. Да нажми ты на курок. К вам я подойду через минуту. Заткнись. Жми уже. Да заткнись ты. Отнюдь не сразу я понял, что мы все одинаковые. Уличный босяк, профессионал, вроде тебя. Коп, банкир. Мы все одинаковые. Грешники. А затем Бог говорил со мной. Да? И как звучит его голос? Тебе не понять. Я будто прозрел. Понял, что делать. Да ты псих ебнутый. Мне так уже говорили. Но знаешь что? Возможно, я единственный, кто не псих. Не думал об этом? Когда Бог говорил со мной, Он велел мне спасать души. Столько, сколько смогу. По-твоему, в этом что-то есть плохое? Бог сказал тебе вырезать людям странные глаза? А тупо попом стать не думал? Проповедовать? Он сказал мне, что глаза – это окна души. И моя стезя – собирать души. Видишь? Все очень просто. Бог только что поговорил со мной. Самое время, ебт. Рентген хочет казнить заложника. Даю добро. Повторяю, даю добро. Передай привет Рейсе от меня. Бог защищает своих верных служителей. Позвольте мне занять минутку вашего времени. Рентген мертв, рентген мертв. По коням. Не пускайте своих людей внутрь, чтобы не случилось. Даже не знаю. Слушайте, без ваших людей, путающихся под ногами. Там будет порядочный бардак. Просто не мешайте. Ладно, но если все начнет лететь к чертям, мы зайдем. Вполне разумно. Готовы? Шоу начинается. ВОСТОРОЛНОЕ ВОСТОРОЛНОЕ ВОСТОРОНОЕ ВОСТОРОМ Вперед! Пошли вы! Эй, Пол! Ты всё ещё с нами? Это ты, Синклер? Знаешь его? У нас с ним долгая история. Наши общие друзья интересуются. Ты достал то, зачем пришёл сюда? Достал! Сум к котам на кассе. Это значит оно. По виду там немного. Всё, что есть там. Жаль, что тебе их не потратить. А тебе, Синклер? Хороший вопрос. Думаю, они их не упустят в этот раз. Синклер, что происходит? То самое, Милене Пипийскими, которое вам так понравилось, детектив. Знаешь, Пол, падание того не очень довольна. Ты обокрал их уже пятый раз. Шестой вообще-то. Трентон, это был ты. Крутимся как можем. Достаточно. Правда? Пока я не выясню, какого чёрта происходит. Ты арестован. Вижу, канистра шарит, детектив. Сейчас угадаю. Ты не из Минобороны, да? Он из картеля, если ты ещё не поняла. Это правда? И да, и нет. По крайней мере, ты приезжала к ногтю опасного преступника. Мы поняли, что происходит только тогда, когда вы постановили это форта. Так что благодарю вас, детектив. Всегда, пожалуйста. Спасибо. Боже. Что ты сказал? Он сказал, беги. Похоже, прибыла кавалерия. Эй, детектив. Самое время, парни. Как я и сказал твоему боссу, детектив. Не мешай нам, Джонс. Я здесь. Не будь дураком. Тебе легко говорить. У тебя же нет семьи. Брось. Брось. Мы все можем извлечь из этого выгоду. Мы просто скажем, что Пол сбежал с деньгами. Разденем на троих, и нам достанется немало. Ага. Иди потратить на Фолсом Стрит, козел. Мое дело предложить. Я бы на вашем месте беспокоился не обо мне. Сдавайся, Пол. Нас двое, а ты один. Время пришло, как думаешь? Ты же знаешь, он прав. Черт. Ну, у тебя почти получилось. Да. Десять минут вошли-вышли. По плану все было легко. Такое место, не думал, что они его упустят. А как вы отходили? Через лифт? Как ты узнал? Я не дурак, Пол. Я изучаю чертежи зданий. Ты его что, починил? Они заложили вход кирпичом, но сам лифт оставили в шахте. Умно. Очевидно, недостаточно. Да, недостаточно. Прости, Пол. Пол! Пол! Это значит, они? Да, но это того стоило, не так ли? О, да. Прости за брата. Да пошел ты. Сразу видно, чей ты родственник. Что бы нам с тобой сделать? Если вы сделаете то, что собираетесь, я окажусь меньше из ваших проблем. Да, но лучше перестраховаться. Чин. 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 Я здесь. Я здесь. Да. Это всегда было. Какого хрена? Вы в порядке? Бывало и получше. Понял вас, детектив. Окажи мне услугу. Иди и засади в него пулю. С радостью. Осторон. Абсолютно. КОНЕЦ. Какого хрена? Дэнни, это что, блин, ты? Не играй со мной, Дэнни. Дэнни? 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 Эй! Кто вы такой, мать вашу? Ты сраный окон и чел. Я просто хочу домой. Я видел, что ты сделал с моими людьми. Тебе стоит оставить меня в покое. Да. Ну, а я думаю, что мне стоит оказать полиции услугу. Пожалуйста. Позволь мне объяснить. Позволь мне объясню. Позволь мне объяснить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И что теперь, Дэнни? Скрутишь меня? Так мне приказали Приказали Тебе Такие тайники по всей стране И в каждом такой, как я Неподалеку Присматривает за ним И ты бы остановил Собственного брата? Если бы потребовалось Это хладнокровно Тут куча денег, Дэнни Да, ну и что? Как я и сказал Всегда есть другие Такие же, как я Тебе не стоило убивать Пола Не мы такие Жизнь такая Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok